Партнер проекта Домру Мувикс В Перми завершился международный Диагюльский фестиваль. Традиционно компания Домру стала его техническим партнером и организовала доступ к высокоскоростному интернету на территории основных площадок. При помощи бесплатного Wi-Fi все желающие могли делиться фотографиями ярких событий и атмосферы фестиваля с теми ценителями искусства, которые по разным причинам не смогли посетить Пермь. Но, тем не менее, Диагюльский фестиваль собрал вокруг себя огромное количество гостей из разных городов России, а мы, в свою очередь, посетили несколько знаковых мероприятий, чтобы поговорить с людьми на тему связи искусства и высоких технологий. Как Вы считаете, в 2021 году технологии, IT-технологии нужны театрам? Очень нужны. Почему? Мы живем в современном мире и сейчас не только общаемся онлайн друг с другом, а офлайн в том числе. И через интернет больше можно найти друзей, единомышленников, соратников, в том числе и в мире культуры. Даже какие-то банальные возможности купить билет онлайн. С помощью IT-технологий могут ввести, как то ни странно, учет зрителей, учет их интересов, работать более целенаправленно, реагировать на эти запросы. Какие-нибудь интерактивные штуки, когда ты в зале можешь что-то посмотреть на экране сразу, например, погуглить или еще что-то, это суперудобно. Может использовать IT-технологии в части визуального искусства, аудиовые возможности для перформансов. Всегда двигателем какого-то развития являются технологии и какой-то симбиоз чего-то совершенно выходящего за грани. И театр, и развитие современных технологий это подтверждают. Что вы играете, онлайн или офлайн искусство? Конечно, офлайн. Когда есть возможность давать представление офлайн, то зачем отвлекаться на интернет? Есть ли какая-то разница между офлайн и онлайн? Или все равно? Конечно, есть. Но это как демо-версия. Но когда нет возможности никуда идти, я считаю, это просто необходимо человеку. Если бы у меня не было интернета, то я, наверное, не имела бы возможности ознакомиться с большинством интересных штук, которые в мире, в принципе, происходят. Здесь у меня появилась совершенно роскошная возможность посмотреть лучшие мировые постановки с лучшими исполнителями, причем некоторые постановки в разных составах. Искусство нужно смотреть с помощью любых средств, в том числе и через интернет. Интернет же это только источник, а искусство — это то, что ты воспринимаешь глазами, ушами, другими органами чувств. Поэтому как уже до тебя эта информация дошла, это вторично. Это, кстати, задача для свежих умов, программистов разработать более точные VR-технологии для погружения в оперу. Я думаю, что это не за горами, потому что все, о чем мы мечтаем, уже завтра становится реальностью. Это связано и со звуком, и с видео. Потому что одна плоская картинка, на которую мы смотрим, и которая нас и так, конечно, затягивает, но этого мало. Все. Удачи, ребята, всем. Давайте улыбаемся. Наверняка вас у нас согласитесь, что социальные сети, они как-то стирают границу между зрителем и, получается, артистом. То есть с артиста слетает такой флёр, звёздности, что ли, скажем так, такой загадочности. Потому что все выкладывают, ну, сами понимаете, репетиции и так далее. Как думаете, это явление со знаком плюс или со знаком минус? Ну, знаете, однозначно, наверное, к этим вещам нельзя относиться. Но я думаю, конечно, есть и свой плюс, потому что это всё-таки реклама человека. Если бы не было сейчас цифры, то, наверное, никто бы не знал, какие-то очень интересные коллективы, которые можно найти быстро в том же YouTube или в TikTok. Мне кажется, это интересно. Интересно с точки зрения зрителя наблюдать за человеком или что вы имеете? Это интересно с точки зрения зрителя, потому что открывается новый мир. И с точки зрения автора. Потому что здесь есть возможность открываться людям совершенно с другой стороны. Мне нравится думать, что передо мной всё-таки человек, который что-то создаёт и не какой-нибудь там небожитель. И здорово, что у меня есть возможность посмотреть кого-то и узнать, что они тоже ходят в спортивных штанах, я не знаю, там, слушают какую-нибудь попсу или что-нибудь такое. Магии меньше не стало на самом деле. На самом деле к этой магии добавилась вот эта добавка, вот эта специя. Ты понимаешь, что за этой магией стоит труд и на самом деле ценишь ещё больше. Работа артиста тяжела и не всегда зритель это понимает. И если мы это видим, мы начинаем больше оценить и уважать. Когда актёр или художник выкладывает какой-то внутренний процесс, он подогревает интеллект своему творчеству, тем самым он, не знаю, больше продаётся, его активнее, имя упоминают и так далее. И это, опять же, выход к зрителю. А вы сами даёте обратную связь через интернет артистам? Да, обязательно я поддерживаю, особенно наш театр. Ну а если говорить про ваши отношения, или вам в принципе всё равно? Ну, а я не знаю, это для меня это данность. То есть, вот оно уже дано, и я не могу сказать, это плохо или хорошо. То есть, оно есть, и всё, я в этом мире живу, я в этом мире, грубо говоря, родился. У меня уже... Вот, я зумер, поэтому... Вот смотрите, да, вот у меня с микрофоном в Дом.ру, но я, в общем, признаю, и это никакая не реклама. Очень классно, что Дом.ру поддерживает фестиваль, что они вкладываются в такое крутое событие. Во время лагдауна мы видели, как красиво, в общем, проводились трансляции и, соответственно, записи из оперного театра. Это очень классно, что можно посмотреть, не выходя из дома, когда ты закрытый сидишь в четырёх стенах. Для Перми, например, такое событие, как Дягилевский фестиваль, это, конечно, для нас очень почётно и важно, поэтому здорово, что это происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова